Больше за 100 медицинских работников, которые занимаются здоровьем новородженных детей, собрались в эти дни в Бресте. Делиться с ними опытом проехали урачи со Злучанных Штатов. Об тех, кто имеет наибольшую потребу в нашем доглядце, об детях в наступном сюжете. В гуманитарном проекте принимают удел неанатологи, медсестры, акушерки, представники медицинских колледжей из всех районов Брестской области. Проект «Перша снае реанимация новонародженных» ожидаяется международным гуманитарным объединением «София» и проходит у Брест и у «Першыню». Мы проводим двухденный курс для медицинских специалистов по реанимации новородженных. У целым это набор навыков, которые допомагают новородженному дыхать в первые хвилины жизни. Кожный год применение этих простых навыков ратуе множество немаулятов. Родильные домы и медицинские установы адукации в области отримали книги по реанимации, манекены немаулят, ручные реаниматоры, статоскопы и ларингоскопы. Но основная мета этого тренинга для тренеров, как его называют организаторы, как каждый судельник, вернувшись на место працы, мог донести отриманные веды до коллег. Каждое учреждение родовспомогательной области будет иметь, и медколледжи тоже получат, будут иметь манекены, на которых можно более четко отрабатывать эти навыки. Можно в любой момент пойти потренироваться, будет обученный человек в каждом учреждении, как этим пользоваться. Это, наверное, будет способствовать еще более лучшим результатам нашей деятельности. Выкладание у наших медицинских ВНУ ведется на высокем узровне, тому усе веды у докторов наявности. Али алгоритмы, які пропоновывать американцы, больше докладные и подробязные. Значное место у них займае от працока практичных навыков. Веды ваших докторов на вельми высокем узровне у них есть доброе обсталявание. У районных отделениях можас потребиться трохи больш нашей допомоги, але у вас есть добрая отправная кропка, от якой можно протягивать, рухаться наперед. Брестская в область один, а кроме Аминской, деяснуе натуральный прирост насельництва за коштно-роджальности. Брестский областный родильный дом при мае каля 6 тысяч родов на год. По статисты ци 10-ти новородженым соста потребна реанимация, а одному з гэтых 10-ти – серьезная реанимационная допомога интубацией. Когда мы приходим в родзал и видим, что рождается тяжелый ребенок, которому нужно оказывать реанимационную помощь, который не кричит, не дышит, единичное сердцебиение, у человека должны быть алгоритмы. Все должно быть заведено до автоматизма, чтобы он меньше думал, отвлекался, а конкретно оказывал помощь ребенку. В 2014 году Международным доброчинным громадским объединением «София» было завершено в Беларуси пять доброчинных проектов. Огульный кошт, який их склав больше за 419 миллионов рублей. Сирот тех, кто отримал допомогу – городищенский дом-интернат и Столинский центр социального обслуговывания насельництва. Мария Вечорко, Юрий Плінда, областные новини, Брест.